Два огромных сосуда. В одном гласит табличка азотная кислота, та из которой делают взрывчатку. Природа других веществ неизвестна, а узнать пытались. Тары вскрыты, пакет растерзаны. Склад почти под открытым небом. Здесь стояла такая мензурка большая на литр с темно-коричневой жидкостью. Я ее просто взял подержать в руках. То есть даже к самой жидкости не прикасался. Просто она испарялась. Запах был такой фенольный. У меня потом трое суток руки пахли вот этим запахом. Я не мог ничем отмыть. То есть представляете, насколько едкое и въедливое вещество. Евгений – биолог. В детстве жил неподалеку отсюда и уверен – это помещение комбината химволокна, производства которого нет уже 13 лет. Кирпичную консервацию склада сломает сталкеры. С тех пор в оконные проемы пытаются попасть все любопытные и в особенности дети. Химическую свалку едва ли не растаскивают. Барнаулец уже обращался в Краевой Минприроды. Ответ удивил. Склад оказывается неприступен, хотя что там содержится, чиновники не знают. После этого Евгений внес хранилище на интерактивную карту несанкционированных свалок Общероссийского народного фронта. Есть специальные органы, которые отбирают пробы, производят анализ. Но достаточно иметь зрение, чтобы прочитать этикетку на бутыле и увидеть, что там азотная кислота. А это все-таки на секундочку очень опасное химическое вещество. И это не единственное украшение прибрежной зоны Барнаула. Рядом целое поле бытовых и строительных отходов. Владельцев некоторого мусора можно вычистить буквально поадресно. Вот такая конструкция. Это кассета для банкоматов. Читаем. Гущина, 154Д. Молодежная, 35. Белинского, 12. Это большая свалка. Это стоит глянуть под обрыв Каби. Это огромные залежи. Тут, понятно, копилось не один год. Но вообще мне странно. Огромное предприятие мощное, ТЭЦ-2. Вот его забор, который, конечно, по крайней мере, соседствует с этим безобразием. То, что это неизвестно было никому, поверить трудно. Сотрудники УНФ уже обратились в надзорные органы и прокуратуру, чтобы найти хозяев, которые к своим же владениям относятся не по-хозяйски. За полтора года, пока действует интерактивный проект, алтайские жители обозначили 198 несанкционированных свалок в крае. И половина из них уже ликвидирована. Анастасия Дорога, Николай Шелко. Наши новости.